Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и этот ролик будет весьма необычным для моего канала. В этот раз я поеду в гости к моему подписчику, и, казалось бы, здесь нет ничего такого необычного. Но дело в том, что, во-первых, я иду к тому, кого я вообще не знаю, а во-вторых, у этого парня, к сожалению, нет руки. Но, несмотря на это, он продолжает играть в видеоигры. И, как вы догадались, именно про это сегодняшний видос и будет. Советую ролик смотреть от начала до конца, поскольку он получится 100% мега интересным. И давайте под этим видосом попробуем набрать 5000 лайков, 2000 комментариев, чтобы помочь продвинуть этот видос. И если данный видос достигнет таких результатов, то в следующем видео я разыграю кодик на Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц. Так, у меня все готово, поэтому погнали в гости! И спонсор данного видеоролика игра Raid Shadow Legends. Если что, это пошаговый RPG, который перенесет вас в мир темных фэнтези. Тут вам предстоит прокачать свой отряд, сразиться против самых свирепых боссов, и, помимо всего, вы сможете посоревноваться с другими игроками, чтобы доказать, кто из вас лучший. И теперь в игре доступен долгожданный боевой пропуск, в котором за выполнение ежедневных и еженедельных заданий вы сможете получить различные награды. И если что, вы можете играть в эту игру как на телефоне, так и на ПК, и доступна она абсолютно бесплатно. И да, в этом месяце Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, которые скачают игру по моим ссылкам. В нем разыграют 6 айфонов 11-ых, а также 3 игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других до конца месяца, смогут получить призы в виде крутых ПК. Все дополнительные подробности о конкурсе вы сможете найти по ссылкам в описании. Если вдруг вас заинтересовало, то кликай по ссылке в описании, качай Raid и получи множество крутых бонусов. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Ну а пока машина греется, я вам расскажу, как я его вообще нашел. Как-то раз я устраивал сходку по новой колдзе, и мне написал парень о том, что как туда вообще записаться и так далее. Я ему объяснил, и он сразу сказал о том, чтобы он попал в команду посильнее, поскольку он не хочет создавать кому-то неудобства, хоть он и играет и нормально, но он все-таки без руки. Я ему сказал сразу, чтобы он не парился, поскольку это сходка, там играет каждый по фану, каждый как может, и в принципе все. И спустя какое-то время мне стало интересно узнать, как он играет вообще в шутеры, как он играет в видеоигры. Ведь когда нету правой руки, мне кажется, ну, это довольно-таки сложно. В итоге я ему написал, расписал идею ролика, она ему понравилась, и, собственно, сейчас мы поедем к нему. Если что, этот парень вроде как с юмора, поэтому, я думаю, будет много самой иронии. Надеюсь, ролик получится очень интересным, хотя, в принципе, у него есть Xbox One, значит, он уже будет интересный. А если у вас есть Xbox One, то я еду к вам. Так, машина прогрелась, поэтому погнали к нему. Если что, не удивляйтесь, что я в очках, у меня плохое зрение, я об этом вам уже говорил. У меня где-то минус полтора, поэтому, собственно, я и одеваю очки, чтобы нормально все доехать и никого не зацепить. Погодка, конечно, не самая лучшая, хоть пришла весна, но почему-то наступила зима. Странное явление, но куда деваться. Ну, мы почти приехали, и это хорошо. А что-то, знаете, посмотрев на погоду, мне даже с машины как-то выходить неохота, потому что там просто метель. А, Паш? Это не Паша. А, Паши? Ну, да, все, понял, значит, не туда попал. Понял, спасибо. Я сейчас приехал, и, короче, его нету дома. Че? Может, я не туда бывал, реально? А может, такое совпадение? Ну, пофиг, сейчас позвоним Паше, узнаем, где он. Короче, я куда-то приехал, позвонил в дверь, там взял какой-то мужик, сказал, что Паша только что уехал, и в итоге вот такое совпадение, что в той квартире, где живет Павел, ну, номер квартиры, там еще один Павел живет, короче. Блядь, я потерялся, походу. Короче, произошел трэбл, я приехал не туда. Короче, кружим, кружим по району. Кружим, кружим по району. Мы кружим по району. Кружим и глядим по сторонам. Адюна шарит по волнам. Ну, в принципе, мы в гостях у Пажа, поэтому сейчас будем снимать. Если что, у него Xbox One X, и играет он в Warzone. Так, ребят, мы у Павла, знакомились. Вот, и давай поговорим о тебе. Расскажи, откуда ты, где родился, так скажем, сколько тебе лет? Я родился в Смоленской области, в деревне. Вот, я же, ну, далеко, короче. Вот. Мне 27, стукнуло 10 марта. Четко. Да. Кем работаешь? А, да, я работаю тренером по плаванию. Отплавал лет 10, 10 лет где-то отплавал. Стал мастером спорта, чемпионом России. Это в каком возрасте? Что именно, мастером спорта? Да. Мастером спорта стал где-то лет 20, 19-20 лет где-то так было. Мощно? Возможно. Может, может, позже, может, раньше. Если что, у Павла есть приставка Xbox One X. Расскажи, почему выбрал именно его? Ну, самое главное, это джойстик. И вообще мне нравится, вообще мне, кстати, понравилась очень сильно политика Microsoft, потому что складывается такое впечатление, когда они проиграли свою гоночку в начале, когда они сказали, что это медиаплеер будет, все дела. Все такие, типа, до свидания, Microsoft, было приятно познакомить. А я еще тогда не имел консоль. У меня 360-й был, мне понравился джойстик с джойстиком, но еще Freeboot был там и так далее, напиратели, как могли. Вот, и потом вышел Xbox, там, Fatka, потом SX, потом SKX. И вот, когда X вышел, я прям, во-первых, дизайн мне очень понравился. Я такой, типа, ну, это точно прям мое. Ну, и она еще самая мощная консоль на планете. Самое главное, самое главное, что она самая мощная. Да, я думаю, куплю ее, короче. Все, купил. Дальше я, естественно, у меня же голая библиотека, я же до этого игры не покупал. Попробовал, сразу подписку на год сделал, все, на геймпасс подписался, все, и начал играть с этого момента. Такой нескромный вопрос, по-любому он должен быть. Что случилось с твоей рукой? В общем, спички детям не игрушка. Произошло это в 13 лет. Я тогда в деревне был у отца. Мы гуляли, бесились, еще что-нибудь делали. Ну, подростки, что еще делать? И, в общем, я как-то шел и случайно задел провод, который висел на восководке. Висел провод. Он оголенный был, да? Ну, да. И он под напряжением был. И я его коснулся, меня шарахнуло. И провод, поскольку был минус, меня сразу отфигачило хрена и откуда. И когда я приехал в местную больницу, ну, да, больницу местную, так скажу. Мне что делают? Я лежу, у меня уже руки коварнули шварценеггера огромные, такие опухли все. Мне берут так мази, вещь не вскоре. Хернакс, хренакс забинтовали. И ей говорят, лежи. Если через 11 дней не поправишься, мы тебя в Смоленск отвезем. Я уже лежу, мне уже хреново. Мне плазму еще колют. И они сами не знают, что делать вообще, как меня лечить. И все. Ну, мама приехала такая, все, уезжаем сейчас. В шоке, наверное, все были, да? Все в шоке, конечно, были. Меня отвезли. Ну, начали везти. И на МКАДе в нас врезался КАМАЗ. Это чел вдвойне везунчик. Потом приехали гаишники, увидели, что я больной лежу, вызвали скорую. И потом уже на скорой я приехал. Потом, когда я в больнице-то лежал, самая забавная история была. Когда мне привезли, случилось 12 июня, привезли меня, наверное, 13, либо уже, ну, 13-14, не помню. Вот. И лежали, пытались свести руку. Вот. То есть, что сначала делают, когда вот такая хрень происходит, у меня внутри все сварилось. И мне надо было сделать сразу надрезы, чтобы вся кровь, которая загустела, да, которая свернулась, она вышла. И, ну, и новая кровь начала циркулировать, поступать. А это уже не произошло. И в итоге там уже отражение началось. У меня рука не двигалась, не шевелась. Так, пальчики еле-еле там что-то пытались сделать. Ну, рука, блин, по ощущениям, как будто просто такую связку кирпичей привязали. И ты ее даже поднять не можешь, ничего сделать. В общем, лежишь, как кирпич самый вообще. Вот. Ну, первый, походу, в туалет, наверное, был минут, наверное, 15. А он был рядом. Вот. Я вот в таком состоянии. Я представляю. Я видел. Да, да, да. Ну, вот. И, короче, когда уже все сделали, ее пытались спасти, я, по-моему, еще лежал. Я понимаю, что к чему, в принципе, идет все это. Что если бы было бы все так просто, я думаю, все было бы по-другому. И они, смотрю, что-то уже не могут. Ну, пытаются, пытаются врачи спасти руку. Ну, что-то не получается. Я говорю, матери, по-моему, спрашиваю, отрежут? Она такая, не-не-не, все будет хорошо. Я говорю, лучше скажи, что отрежут. Я типа подготовлюсь заранее, морально. Она такая, да, не-не-не, все будет нормально. Потом один раз я просыпаюсь, смотрю, рукой могу шевелить. О, врачи, красавцы. Все сделали прям. Рука шевелится. Как они это все в шоке вообще. А я лежу, уже в реанимации лежу, потому что много крови потерял. И это накрыто одеялом. Лежу такой, блин, прикольно. А когда ты отходишь на коз, тебя привязывают. Потому что у тебя могут быть судороги. Ну, короче, привязали все. И я такой думаю, что-то легко рука поддается вверх. Прикольно. Я не помню, как я это сделал. Или руку как-то освободил. Такой хренакс. Смотрю, у тебя в бинтах. Мне смешно и плакать хочется. Смешно, потому что она смешно выглядит. А плакать хочется, потому что она произошла. У меня такой, типа, пляно. И все, и началось. Я плачу, плачу, плачу. У меня куча мыслей, куча вообще мыслей. Прибегает медсестра. Такая садится напротив, с правой стороны. Говорит, Пашенька, ты симпатичный мальчик. У тебя все будет. Девушки будут обращать на тебя внимание. То, пятое, десятое. С тобой будут дружить. Говорит, какие девушки? Какие друзья? Говорит, как я в Соньку играть буду? У меня тогда была с вами PlayStation 2. Как я буду в Соньку играть? Она такая, она сначала сидела с пляжа, потом каменное лицо такая делала. И ушла. Да, да, да. Потом, ну, меня положили в бокс. Как там, там телик был. Привезли Соньку. Я на Соньке тогда учился играть. Прямо в больнице все это сделали? Да, да. А потом, ну, потом уже, когда... Первое время был просто... Самый тяжелый первый месяц, когда ты учишься именно писать. А ты правша был, да, получается? Да, я был правшой, да. И тебе тяжело, потому что у тебя буквы получаются просто квадратики. Говорят, ты а, рисуешь, а у тебя так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Ну, не владеешь такой поторией. Ну, это понятно. Такой вопрос. А вот после потери руки она чувствовалась, как будто она ездит? Она ей до сих пор чувствуется. Вот если сейчас наблюдать, вот я, допустим, вот мизинчик. Я не знаю, покажешься, например, нет? Вот там вот этот палец, вот этот, вот этот, вот этот. А, и я понял. Я понял. Короче, у тебя вот... Да, вот. Во-первых, у меня мышца сухожилия все сохранено. Оно есть. Но в моей голове, в моей голове у меня всегда есть рука. Если я закрою, да, как бы я могу себя в полноценности представить с рукой. И у меня еще ощущение, как будто вот такая маленькая рука. То есть не полноценная рука, а вот как будто она вот здесь заканчивается. А вот на геймпаде на Xbox One, да, ты долго учился на нем играть? Нет, я уже научился. На плойке сложнее было. На плойке я играл, допустим, он маленький. Просто вот там, не знаю, покажешь, мне кажется, вот здесь вот. Да, если кто-то не знал, то стики его плойки, они очень близкие. Если кто-то не знал. Но мало ли было. И джойстик меньше получается. И когда его вот берешь, он миниатюрный для меня. То есть мы уже сравнивали наши пальцы. У меня пальцы длиннее, поэтому достаю. Вот. И мне гораздо удобнее вот так вот было на нем играть. Давай покажем, как ты играешь в какие-нибудь игрухи. Сейчас мы запустим и посмотрим. Сейчас Паша нам покажет, как он играет в шутерах. Кстати, расскажи, например, вот когда разные игры, как ты вот играешь, например, в гонке. На шутерах, когда играю, мне надо, чтобы джойстик устойчиво стоял. Не знаю, обживут, без разницы обо что, чтобы я мог четко играть. Допустим, секиры и так далее, там перекаты, пошло-поехало. Тут уже не так важен задний курок. Вот, тут уже спокойно палец, в принципе, достает и так. Конечно, все равно надо опереться. Блин, у меня палец не достает. Вот, ребят, такой вот маленький челлендж. Вот ставьте плюсик. У кого, вот, при нормальном держании геймпада, да, достает палец до этого. Вот, смотрите, у Павла достает, у меня, блин, коротыш какой-то. Вот, у меня... Нет, ну так, вот, видишь, меня тоже не достает. Я через низ. Ага. Да вот. Просто... И все? Да, подожди, подожди. Ну, давай, давай, давай. Вот, смотри, возьми в руку. Взял в руку. Под низ. Большой палец, ой, средний палец под низ. И джойстик обоприл. Нет, смотри, суть, я держу всегда геймпад. Вот, вот так. Да, я это понимаю. Если я вот, ну, понимаете, да? Подожди, вот смотри, вот сейчас ты пытался вот так достать. Вот так, и я не достаю, понимаешь? Почти ты достаешь? Нет, вот. Хорошо, я вот через низ. Вот, вот, видишь, руку до курка достаешь. Но ты попробуй джойстик об коленку, не знаю, вот. Тебе так чуть-чуть уже будет поудобнее достать, видишь? Да, но только вот у меня вот здесь вот. Ну, уже доставать начинаешь, понимаешь? Нет, это да, но все равно, блин. Ну, кстати, у него сейчас статистика, по сути. 11, 11 убийств. Он находится в топе 3, если не ошибся. Ты, я смотрю, не сильно напрягался, да? Ну да. Мы болтали, я когда сосредоточил. 15-13, пофига, не. Не очень. 15-13, чувак. Я бы сказал, ты понимаешь, большинство тиммейтеров, которые играют с нами, да? Несмотря на то, что они на клаве мыши, они так не херачат. А тут 15-13. Не, Павел удивляет. Давай, короче, запустим, какую-нибудь еще игрушку показываешь. Давай, давай. Давай только ту игрушку, где у тебя расположение, так скажем, рук, чуть по-другому. Dark Souls, например. Ну, он еще в Dark Souls играет. Секиры, секиры, давай. Она сложнее. А если вдруг кто-то будет придираться, что я снимаю против Свету, сорян. Просто сорян. Кстати, у Паши довольно-таки огромный телек. Вы видите это все через камеру, но... Сколько динамов? Наверное, больше 55, да? Или 55? 55. Глаз-алмаз. Да блин. Да блин. Ну-ка, еще раз давай. Еще бей. Эх, просто пока контратаку не научишься, в секиры нет смысла играть. Хорош. Сразу говорю. Сейчас посмотрим, как он разберется за двумя врагами. Походу, изи. Да легко. Говорю, когда научишься, главное тайминги попадать. Короче, сейчас Павел будет показывать, как он играет в файтинге. Если что, это уже совершенно другое расположение, да? Совершенно другая комбинация. Принесите мне мохито. Да. 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 Он играл, на самом деле, я немножко в шоке, потому что он вполне круто играет даже в ту же колду, прям беспроблемный. И даже, скорее всего, играет лучше, чем многие, поскольку в первой катке он занял, по-моему, топ-3, топ-4, если я не ошибаюсь. Да. И он еще играл против Клава Мыши. Против Клава Мыши, да? Когда, грубо говоря, я играю, да, против Клава Мыши, я иногда, блин, чуваки, да как так, зачем этот кросс-плей и тому подобное. Вообще, пофигу, просто по нулям, просто идет вперед и всех херачит. У тебя есть какое-то напутствие, ну, чувакам, у которых тоже попали в какое-то неловкое положение, у которых сложилась какая-то неловкая ситуация в жизни? Да, из всех ситуаций можно выйти. Из всех, абсолютно. Просто, когда ты сидишь, ничего не делаешь, да, ты ничего и не сделаешь. Ты можешь смотреть кучу мотивационных роликов, там, и так далее. Вот был Джордж Карлин, такой чувак, он говорит, если ты достаточно мотивирован для того, чтобы пойти книгу, пойти и купить книгу, может, ты уже достаточно мотивирован, нужна тебе эта книга. Вот. В принципе, это та же самая работа. Себя жалеть может каждый, да, смотреть ролик, ты посмотришь, скажешь, что, типа, как классно, как хорошо, да, типа, чувак, молодец, надо собираться. Все, ролик закончился, ты от него остыл, пришел такой в себя, так скажем, как обычно, такой, типа, ну да, да, там, завтра, послезавтра, там, еще что-нибудь и так далее. Вот, ну, а брать же, опять же, Игорь, вот, когда там что-то не получается, я сижу, играю и оттачиваю это. Я когда начинал, ну, вот, если сравнить, я все равно не считаю, что я в Калабидите хорошо отыграл. Нет, вполне нормально ты играешь, расскажу. Вот, но когда я начинал, я там играл 2-30, да, меня 30 раз убили, но я просто бегал, как ошалевший, и старался понять механику. Понятно, что это неправильно, да, допустим, надо прикрываться, но пока ты сидишь где-то там, как крысы, да, сидишь и думаешь, как, где и кого убить, когда он там появится, ты все равно, когда враг пробежит, ты не успеешь нацелиться, тебе надо это отточить. Чтобы это точно настроить правильно камеру, мне там по семеркам все стоит, да, чтобы... Это, кстати, довольно-таки высокая чувствительность. Да, но это шустро должно быть, это же, ладно, ты играешь там, допустим, в этот, как бы, в синглплеер, да, там без разницы, автоприцел, готово, а тут шустро все динамично происходит. Вот так и по жизни надо оттачивать. Короче, в любом случае, чуваки, неважно какая у вас ситуация, что бы ни случилось, не вешайте нос, занимайтесь любимым делом и оставайтесь таким же жизнерадостным и крутым чуваком в МПЛ. Ребят, если что, у Павла есть инстаграм, подписывайтесь на него, я оставлю ссылочку в описании, если что, добавляйте его в Xbox Live, он играет в множество мультиплеерных играх, вот, поэтому большое ему спасибо еще раз за встречу, за гостеприимство, вот, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии по поводу такой ситуации, по поводу этого ролика и большое спасибо за просмотр, до новых встреч, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok